здравствуйте дорогие друзья подписчики и подписчики случайные зрители если вы еще не подписались на наш канал обязательно подпишитесь в этом видео мы поговорим про декоративных кроликов если вы решили завести домашнее чудо под названием декоративный кролик то это видео точно для вас в этом видео вы узнаете основную информацию о содержании и уходе за кроликом основное отличие между декоративными кроликами это шерсть она бывает двух видов длинная и короткая естественно для шерстных кроликов необходимо расчесывать каждый день а это подразумевает большую затрату своего времени в противном случае шерсть покроется колтунами и кролик будет выглядеть не эстетично при выборе кролика выясните его возраст малышей моложе двух месяцев приобретать не стоит в этом возрасте очень слабый иммунитет и то что он выживет без мамы не факт важно узнать и про прививки как правило продавцы прививок не делают тогда их необходимо сделать вам в ближайшей зооклинике сами по себе кролики не агрессивные добрые животные могут куснуть но только в экстренных случаях в качестве защиты чаще используют в качестве защиты задние лапы игривые и жизнерадостные не стоит заводить кроликов под опеку ребенка кролики очень боязливые особенно в юном возрасте его нельзя брать за уши и таскать за холку однако скучать они не любят и требуют себе внимания хозяина общения и поглаживания при хорошем содержании могут прожить до своего максимума 12 лет в первую очередь хорошее содержание заключается в клетке дно которой должно быть не менее 70 сантиметров при этом желательно чтобы дно клетки было высоким примерно 15-25 сантиметров это позволит меньше убираться вокруг нее расположить клетку необходимо в таком месте где кролика не продует и в то же время летом не будет жарко стоит понимать что декоративные кролики отличаются своим здоровьем от мясных кроликов из поколения в поколение они живут если можно так выразиться в тепличных условиях как и многие другие грызуны и кролики очень любят свою горку поэтому обязательно у кролика должен быть свой домик обязательно клетка должна быть оборудована сенодержателем в клетке должна быть кормушка предпочтительной керамическая и поилка желательно ниппельная в качестве наполнителя используют опилки многие знают чем кормить кроликов это морковка однако морковь не должна быть основным рационом ее можно давать в качестве лакомства кролики в первую очередь и от сена в меньшей степени различные зерновые культуры свежую зелень фрукты и овощи дают совсем немножко в противном случае можно нарваться на вздутие живота расстройство желудка и много других неожиданностей вообще проще и полезнее покупать кролику готовые смеси в зоомагазинах желательно премиум класса такие корма уже сбалансированы и имеют все необходимое все витамины позаботьтесь о том чтоб кролику было что грызть это могут быть молодые ветки фруктовых деревьев минеральный соляной или меловой камень если кролик не будет стачивать свои зубки ему придется зубки подрезать самим или ветк клинике готовьтесь и к тому что у кроликов достаточно быстро растут когти их как и человеку время от времени нужно стричь привыкли кролика по комнате будьте крайне внимательно такие прогулки обязательно должны быть под присмотром хайл хозяина обои мебель и провода в глазах кролика выглядят очень привлекательно он их обязательно попробовать на вкус бывали случаи когда кролика убивала током при прогулках и погрызушках проводов не стоит заводить пару кроликов тем более если нет опыта в содержании многие думают о разведении и для этого покупают мальчика и девочку в таком случае нужно знать о том что в клетке должно быть как минимум два домика или две норки возможно получится чтобы они вместе мирно жили часто бывает так что у кроликов и крольчих не совпадает половая охота особенно в возрасте от двух лет самец прыгает на самку а самка проявляет агрессию и кусается и бьется или наоборот такие бои как правило заканчиваются плохо поэтому часто самку и самца держат отдельно и только на время спаривания самку запускают самцу и никак не наоборот если самка проявляет агрессию пару разъединяет так как это знак что у самки нет данный момент половой охоты пробует свести до тех пор пока чудо не случилось если агрессии нет то самку и самца можно ставить вообще на 5-7 дней примерно через 30 дней появляются крольчата как правило за первый приплод самка не отвечает и следит за ним очень плохо могут разбросать малышей не ухаживать за ними или прочее но бывает и иначе если вы наблюдаете за беременной самкой и видите что она строит гнездо из сена знаете до родов осталось примерно 3-5 дней еще одним знаком является выщипывание своей шерсти не пугайтесь это нормальное поведение шерсть не выкидывайте ей на накроет своих малышей на этом видео подошло концу ставьте палец вверх если вам было интересно это видео а я с вами прощаюсь всего вам самого доброго и до новых встреч до свидания маркcs маркс маркс м Субтитры создавал DimaTorzok